Праздник среди рабочей недели собрал почти 7 тысяч щелковцев. Сильным духом и телом собрались минувшей ночью возле купелей Щелковского района, чтобы окунуться в ледяную воду. Кречение Господне – один из главных церковных праздников. Желающих окунуться в прорубь выстроилась огромная очередь. Веры, во всяком случае в собственные силы, у них предостаточно. Скажите, пожалуйста, вы как давно здесь стоите? Минут 40. Это священная сегодня религия. Прийти покупаться – это очень круто. Я, кстати, первый раз. Хочется уже быстро нырнуть, уже покупаться, ощутить. Это ощущение, которое испытывают сейчас люди. Перед купанием, как и накануне в Сочельник, состоялся великий чин освящения воды. По преданию, когда Иисус крестился в отдыхе Ордана, миру явилась Пресвятая Троица. В память об этом появилась традиция купаться в прорубях. Только главной Ордане в Щелковском районе в парк культуры и отдыха пришло порядка двух тысяч человек. Спасатели, дружинники и священнослужители буквально помогали каждому спасти душу, при этом не повредив тело. Хочу, во-первых, поздравить всех жителей города Щелково, Щелковского муниципального района с крещением Господним. Только что состоялся обряд освящения воды. Здесь работают все службы района. В тот раз купался, в том году было где-то, ну, больше застыгрался. В этом году прям шикарно, все нравится, все супер, и организация все, молодцы. Погода хоть и теплее, чем в прошлом году, но все-таки минус. Прийти в себя после такой экстремальной процедуры в Щелково можно было в специально оборудованном помещении, где поддерживалась плюсовая температура. Гостям предлагали горячий чай. Сегодня выход на лед не запрещен. Напротив, жителям помогают сотрудники специальных служб и народная дружина. К ордане спускаются уже подготовленные жители, но немало и наблюдателей. Для кого-то крещенское купание – это желание получить душевное исцеление. Для кого-то вера в то, что после этого обязательно произойдет что-то хорошее. Мне хочется скорее окунуться, заново родиться, чтобы началась новая жизнь. Это все, что я хочу сейчас. Не холодно абсолютно. По словам медиков, купаться зимой в проруби вовсе не вредно. А напротив, даже полезно. Но далеко не всем. Это полезно для тех, кто занимается этим регулярно. Простутные заболевания у таких людей уменьшаются в 60 раз. И в 30 раз хронически. Поэтому это больше полезно, чем вредно. Этим можно заниматься в любом возрасте. Главное под наблюдением врача. Если врач разрешил, тогда этим заниматься можно. Даже стоило. Тем, кому такая процедура противопоказана, огорчаться не стоит. Приобщиться к благодати можно и не менее действенными способами. А священную воду можно пить или умываться, окроплять ею жилище. По словам священника Троицкого собора, и в этом случае вода оказывает целебные воздействия и духовное очищение. Сегодня купаться не обязательно. Сегодняшнее купание не очищает нас от грехов. Конечно, безусловно, вода святая. И мы должны получать от нее исцеление, потому что мы об этом молились. Но обращение грехов немножко сложнее, потому что требует нашего исправления. А сегодня мы только лишь понуждаемся к этому исправлению. Но для кого-то это физический подвиг. А кто-то, может быть, окунувшись в святой воде, захочет прийти в храм Божий, постоять на службе. И это главное. Всего на территории всех поселений было организовано 11 мест для крещенских купаний. У каждой ордани собрались сотни жителей. Проверили, как проходит купание сотрудники района администрации. Все условия безопасности были соблюдены, а нарушений в крещенскую ночь не зафиксировано. Марина Познякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».